Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, сегодня стало известно о том, что, как пишут СМИ, в кавычках, сообщник Голливеева прислал письмо в школу номер 67. Я уже снял об этом видео о том, что была произведена полная эвакуация. Вот на данный момент стало известно больше подробностей. Действительно, прислал кто-то письмо в 67-ю школу города Казани. И, значит, в СМИ окрестили его сообщником Голливеева, в кавычках. Он сам так себя окрестил. Давайте вот прочитаем, что пишут Арти. Значит, школу в Казани эвакуировали после письма от сообщника Голливеева. Но об этом я уже видео снимал. Здесь более подробно. Значит, на почту школы сегодня до уроков пришло письмо. Его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были приняты все меры, которые полагаются. Была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы, сказал ТАСС, значит, заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани, Тагир Валиди. По его словам, значит, 359 детей и 27 сотрудников учебного заведения разместили в соседней школе. Там работают сейчас психологи. Значит, при службе городской мэрии проинформировали, проинформировали, что к настоящему времени сотрудников правоохранительных органов они завершили проверку. Вызов оказался ложным. Тем не менее, тем не менее, значит, сегодня стало известно также, что вот это письмо, которое пришло, автор в этом письме напомнил случившимся в школе номер 175, я напомню, как раз где Ильнас Голивеев лишил жизней маленьких ангелочков, деточек, которым жить-дожить, кататься на велосипеде, гонять мяч, жениться, выходить замуж, рожать детей и так далее. Но ничего у них больше не будет, потому что он лишил их жизни. Это ужасно абсолютно. И ему сейчас еще пишут там хвалебные оды в, значит, комментариях в соцсетях подростки. Но это, пожалуйста, поколение воспитанное на Доме-2, я уже говорил. Дом-2, ток-шоу разные, и так далее. Так вот, автор сообщений напомнил случившимся в школе номер 175 и пригрозил повторением трагедии в учебном заведении по улице Дежнева. Однако пообещал еще большее количество жертв. Вот такое письмо пришло сегодня утром от, как пишут в кавычках, сообщника Голивеева. Ну почему так пишут от сообщника в кавычках Голивеева, СМИ? Потому что он напомнил, что случилось в школе 175 и пообещал сделать подобное с еще большим количеством жертв. Правоходительные органы среагировали очень оперативно, профессионально, эвакуировали школу, досмотрели, выяснили, что вызов оказался ложным. Но, друзья, мы с вами, конечно, понимаем, что в той ситуации, в которой, значит, находится город Казань, в той ситуации, так скажем, когда такая произошла трагедия, любое письмо, тем более письмо, которое прислали на, значит, на школу. А почему письмо? Письмо можно отправить, сложно отследить, кто откуда отправил и так далее. Да, почтовый ящик бросил и все. Любое электронное, вы понимаете, в чем дело? Любое электронное послание могут отследить правоохранительные органы. Здесь сложнее. Направил, адрес написал, кинул, письмо идет сейчас очень быстро. Почта стала лучше работать. И в рамках одного города вообще очень быстро. Письмо пришло на имя школы, вскрыли, как начался рабочий день, прочитали и сразу начали эвакуацию. Значит, кто-то имел умысел, что называется, или просто ложно хотели, может быть, какой-то ученик этой школы, какой-то, так сказать, обиженный на кого-то. Да? Это преступление абсолютнейшее. И еще раз скажу, человек с мозгами, он понимает, что вообще на самом деле, знаете, хочется еще раз обозначить, не хочется говорить, тварь, недочеловек, говоришь человек, но это не человек. Если кто-то отправляет письмо с угрозами лишить жизни детей, это не человек, я считаю, абсолютно, потому что самое страшное преступление против детей. Я, как родитель, могу сказать, что ту боль родителей, которые лишились детей, это вот, не дай бог, что называется, никому. Это ужас просто абсолютнейший. И, безусловно, конечно, я считаю, еще раз повторюсь, что все правоохранительные органы города Казани, я убежден, не допустят никакой ситуации подобной ни в коем случае, да и не только Казани. И самое главное, я убежден, что все-таки вот этот вот злоумышленник, он будет найден. Потому что, еще раз скажу, мы с вами должны понимать, что вроде как прислали письмо, но, опять-таки, это может быть цепочка, вы понимаете, когда начали заявлять, что Голивеев там, заявили, что Голивеев кого-то в секту вербовал и так далее. Ну, действительно, если посмотреть на него, очень сложно поверить, что ему самому в голову это пришло, он все это реализовал. Тихония, вот, ну, просто абсолютнейший, вот, я не знаю, как его назвать, но, вот этот неокрепший ум, что называется, и подвижную психику использовать, я считаю, что можно было, это мое мнение, мне кажется, еще раз скажу, правоохранительные органы разберутся, но, мне кажется, можно было. И теперь каждое письмо с угрозой подобного рода можно расценивать и как действительно от тех людей, которые разделяют взгляды, к примеру, раз он говорил какому-то там, значит, одногруппнику, давай к нам в секту, я вербовщик, писали СМИ. Вы понимаете, в чем дело? Вот это самое страшное. И самое страшное, ведь родители отправляют детей в школу, отправляют детей в детские сады, это нужно абсолютнейшим образом действительно менять систему охраны, но я уже говорил, охрана охраной, но мы же не можем воспитать так общество и детей, чтобы от детей школы охранять. Вы понимаете, в чем дело? Это какой уровень? Это вот правительственный кортеж едет и очень много охраны. Вот я стою на светофоре и думаю, а от кого охранят? От людей? От людей, на благо которых трудится этот человек? От них охраняют его? А здесь как получается? То есть, учебные заведения, детские сады, школы, охранять от выпускников этих школ? То есть, должна быть система, еще раз говорю, которая взращивает неокрепшие умы и не разлагает морально-нравственные ценности. Вы понимаете, в чем дело? Вот эти дома-два, еще раз повторюсь, моргенштерны, бузовщина, которая цветет пышным цветом по стране. Если никто не будет на это обращать внимание, это не наше завтра, это наше сегодня, таких сообщников. Вы посмотрите, что пишут. Самый красивый, какой он спокойный и так далее. Значит, в суде сидит. Девочки, это же извращенное понимание. Кто-то скажет, это подростки, вот это пройдет. о чем вы говорите, как это может пройти, когда они это пишут о том, который лишил жизни детей. Детей. И по идее, это не просто должно, общество должно сплотиться и сказать, что это такое. А подрастающее поколение пишет, ты мой краш. Ты мой краш. Краш, это я тоже тут узнал на днях, это тот, в которого можно влюбиться. Краш, то есть, снесло голову от него. Им голову снесло от его красоты в суде. Понимаете, детоубийца. Это ужасно, это ужасно. Нужно кричать, когда говорят и пишут, вы знаете, в комментариях, вы про Бузову не говорите, про шоу-бизнес не говорите, про силиконовых кукол, этих пластиковых клюк не говорите, потому что, что о них говорить, вы про Собчак не говорите, так сказать, только что и делаете, что им там пиар делаете. Молчали 25 лет, да молчались. Что, меньше домов 2 стало? Меньше Моргенштернов стало? Меньше Бузовых стало? Так вот, потому что молчали, их больше и стало, потому что не было альтернативного мнения. И все, что они делали, все, что они делали, стало нормой. С молчаливого согласия общества. И поэтому альтернативное мнение, пусть где-то вот потихоньку, но если оно есть, я считаю, еще не все потеряно. Вот когда мы все замолчим, тогда все. Друзья, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на инстаграм, Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка, там будет скоро прямой эфир. Кто хочет поучаствовать в прямом эфире, переходите в инстаграм, еще раз повторюсь, Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка, три российских флажка напротив Будда Гришна, это мой инстаграм. Значит, всем пока, друзья, до встречи.